приветствую вас дорогие подписчики и уважаемые гости канала a handful of boys у сегодняшнего видео мрачная доставка но весьма важная и интересная тема сегодня мы поговорим о самых разных заблуждениях и предубеждениях об игре вархаммер kill team которые вы можете часто встретить на просторах интернета как в каких-то чатах по вархаммеру так и на весьма крупных youtube каналах до посвященным также играм от games workshop и порочим настольным играм потому что на самом деле к моему большому сожалению о вархаммер kill team до сих пор сходит гигантское количество заблуждений неверных слухов и просто какой-то лживой информации в интернете уж не знаю делают ли это люди банально по собственному незнанию неведению нежелание разобраться в теме или из какого-то злого умысла но тем не менее мы сегодня разберем все самые подробные заблуждения и банальные лживые факты о kill team и также упомянем и собственно правдивые действительно до правдивую информацию о kill team и которые тоже ходят то есть просто разберемся так сказать что о популярных слухах о kill team и правда а что ложь да то есть если вы паровки игрок в kill team и допустим как я играете в нынешнюю редакцию самого его старта наверное вы из этого видео не узнаете ничего как бы сверх нового или сверх неожиданного но если вы как раз таки новичок вы не особо разбираетесь да что это вообще за настольный варгейм и настольные скирами шида чем там kill team отличается от большой вархи и что как бы вам стоит выбрать из этих двух систем то это видео как раз таки специально для вас я постараюсь подробно четко и так сказать достоверно пройтись по всем самым популярным слухам и домыслам о вархаммер kill team и итак давайте приступать и первым делом самый главный наверное самый известный слуха kill team это то что kill team это игра для входа в большой вархаммер 40 тысяч и это самая страшная ложь который вы можете услышать если человек вам это говорит знаете он просто не разбирается в теме и застаял наверное где-то во времени три года назад да вот примерно так или четыре года назад потому что а раньше до нынешней редакции kill team и действительно до правила которые своя к они были очень похожи kill team буквально представлял из себя седьмую редакцию большой вархи сведенную к скер-меш формату сейчас же kill team и 10 редакция биг хаммера тотально различаются то есть у них нет практически никаких пересечений кроме того что используется d6 именно в правилах да и есть борьба за объектив маркер то есть за точки но подобные мы видим в принципе во всех играх от гв по большей части так что это не повод для того чтобы считать вархаммер 40 тысяч и kill team какой-то одной игрой да ну и также понятное дело пересекающийся модель наряд это тоже не повод называть kill team игрой для входа в большой 40 к точно так же как underworlds или варкрай не является какой-то игрой для входа в age of sigma это самостоятельный в принципе скер-меш вполне и также играя в нынешнем kill team вы вряд ли соберете себе армию в большую ваху то есть этот пункт тоже как бы немножко разрушается плюс потому что kill team работает не так что вы собираете себе фракцию да в большой вахе вы собираете себе фракцию допустим имперскую гвардии вам нужны такие отряды такие отряды и в целом они все образуют ваш большой контингент имперской гвардии в килл тиме вы собираете именно что команды да вы не собираете фракцию вы не собираете имперскую гвардии вы собираете ветеранов гвардии или вы собираете косаркинов и так далее и тому подобное вы собираете не спрейсмаринов вы собираете или или интерцессоров, или фобосов, или скаутов, и так далее, и тому подобное. Конечно, вы можете собрать себе при большом желании все там команды спейсмаринов, у вас там наберется отрядов, я не знаю, наверное, на 500 очков, но это все равно не то, чтобы сильно тянет на армию в Большую Ваху. Так что, повторюсь еще раз, скиллтим — это самостоятельный скирмеш, отдельная игра с собственной уникальной игровой системой, которая с Большой Вахой обладает только общим модельным арядом. Все. Не дайте себя обмануть. Далее, в килтиме нет роста растарения и очковой стоимости. Тоже часто это встречается в интернете, и это на самом деле правда, да, то есть это то, к чему вы должны быть готовы. Роста растарения присутствует в килтиме только у совсем немногих банд. Большинство банд всегда играет одной и той же сбойкой, то есть там можно поменять одного специалиста на другого, и на этом все, или в принципе никаких опций не имеет, да, то есть какие-нибудь Lucidian Star Strider всегда играют одними и теми же 10 моделями, и вы никак не можете их сменить в принципе, да. Да, плюс-то или минус, это вопрос как бы вкуса. Допустим, я не очень люблю аростеры старения, как, допустим, институцию в играх, да, то есть мне не нравится составлять список армии, там что-то задумываться на этом этапе игры, поэтому для меня отсутствие аростеров в килтиме это по большей части плюс, чем минус, да, но есть люди, которые наоборот любят сидеть с табличками в Excel, там заполнять очковую стоимость и так далее и тому подобное, и для них, понятное дело, отсутствие аростеров это минус, да, то есть это вопрос банального вкуса, то есть вы к этому должны быть как-то морально готовы. Также отсутствует очковая стоимость, да, ее в принципе нет, и вместо этого КТ балансится именно при помощи фиксированного состава команд, то есть если там в обычной, в обычных играх с очками вы там можете взять себе, я не знаю, там кучу, ну не кучу гвардейцев наоборот, или кучу бомжегвардейцев, да, их будет просто много, но у них не будет нормального оружия, или вы можете взять себе мало гвардейцев, но у них там, допустим, у каждого будет плазма, но это будет баланситься именно очковой стоимостью, да, то в KillSim все балансится именно фиксированным составом, то есть вы не можете взять себе много плазмы не потому, что у вас не хватает очков, а потому что вы банально не можете ее взять из-за структуры вашей команды, да, у вас там плазма может быть только одна на всю команду, и на этом все. И на самом деле, опять же, по опыту игры в KillSim, подобный инструмент баланса очень хорошо спроявляется своей задачей, да, то есть мне кажется, это тоже сделано весьма эффективно и здорово. Далее, одной коробки достаточно для старта, наверное, тоже самая известная штука, которую мы слышим о KillSim, и это правда, но отчасти, потому что многие банды действительно можно собрать из одной коробки, однако есть несколько «но». Да, допустим, Гилярпокс Инфект — это та банда, которая собирается чисто из одной коробки, и вам больше ничего не нужно. Есть еще ряд таких банд, у меня на канале есть отдельное видео на эту тему, можете его посмотреть. Однако есть и другие команды, где вам обязательно нужна вторая коробка для того, чтобы собрать все опции для команды. Допустим, «Витеран Гвардия». Вам необходимо как бы иметь вторую коробку, чтобы иметь возможность собрать себе еще четырех дополнительных гвардейцев, которых вы можете взять вместо арт-ударов. Чисто номинально вы можете взять одну коробку из десяти гвардейцев и играть вместе с артиллерийскими ударами. Проблема заключается в том, что это неэффективно. Да, то есть вы просто будете стрелять себе в ногу и постоянно играть с сильно ослабленной сборкой «Витеран Гвардии». Для того, чтобы как бы нормально играть за команду, вам понадобится все равно вторая коробка. Иногда вторая коробка нужна просто, чтобы собрать все возможные опции, то есть всех доступных специалистов, и потом уже на столе по ходу дела выбирать, какие вам больше понадобятся в конкретном случае. Ну и помимо этого, некоторые команды, допустим, Клинков Кейна, принципиально нельзя собрать из одной коробки, потому что это банально разные юниты, да, это Скорпионы, Банши и Авенжеры, они никогда в одной коробке не продавались, не лежали, и вам придется покупать тайоразную, если вы хотите играть за эту банду, да. Ну и есть другие команды такого же толка. И, собственно, учитывая, да, гигантскую стоимость коробок от ГВ и вот подобные обидные штуки в Килтиме, когда вам порой нужно покупать одну коробку, там, я не знаю, для одного по факту специалиста и для двух, вот в таких случаях нам приходит на помощь 3D-печать, и мы переходим к спонсору этого видео, к Axel's Forge 3D-печатной студии, услугами которой я часто пользуюсь. Допустим, от Axel у меня есть вот такие чудесные, абсолютно, Navi-боричеры с крутой, абсолютно печатью, никаких лесенок, приколов, все абсолютно клево, классно, порочно, я даже и хоронял, кидал об стену, не сломались, не повредились, что очень здорово. Вот такие у меня чудесные гвардейцы тоже, по-русски красавчики, брал их себе для Инквизиции, и есть вот, допустим, у него также возможность взять себе банально некоторые сканы ГВ-шных наборов, то есть это буквально ГВ-шные модельки, только распечатанные на 3D-принтер, и мне вот как раз понадобились апгрейды на всяких хаоситов, чтобы собрать мою конверсию легионеров и Немезис Кло, вот, так что качеством печати я очень сильно доволен, опять же, я так, я так как конвершу очень сильно привожу, постоянно всякие краш-тесты в виде отрезания ножом, кусачками, бросания оппол, все отлично держит удары, все классное, порочное и отлично отпечатанное, так что со спокойной душой рекомендую вам печатню Акселя, ссылка будет в описании, переходите, подписывайтесь, делайте заказы, клево, классно, спасибо Акселю, также за спонсорство этого видео. Ну а теперь идем дальше, надо купить кучу всякого говна, тоже часто я слышу про Киллтим в интернете, что вот, надо купить токены, надо купить какие-то пайказы, надо купить карточки, линейки и ту-ду-ду-ду-ду и так далее, и вообще какой-то ужас. На самом деле, по большей части, этот слух является ложным, потому что действительно необходимыми для игры являются только маркеры пайказов, это вот эти штуки с шайпами и мишеньками, и байкабы, это вот жизненно необходимые для игры пайколы, всем остальным можно как бы поинеборечь на начальных этапах, то есть вместо точек можно использовать кубики, карточки можно генерировать на телефоне, ну и, собственно, рулетки, линейки покупать отдельно не обязательно, об этом мы поговорим как раз-таки. Дальше, то есть, в принципе, все остальные аксессуары, это просто полезные пайблуды, с ними удобнее, с ними приятнее, но они не являются жизненно необходимыми, да, то есть, чтобы поиграть в Киллтим, вам не нужно купить все вот это, да, вам достаточно просто как-то смастерить пайказы, которые при этом можно смастерить совершенно бесплатно и самостоятельно из всяких там бумажек и так далее, есть куча гайдов в интернете. То есть, никакой кучи говна вам покупать не надо обязательно, да, то есть, как бы, прикольно было бы, но не обязательно, да, то есть, можно вполне спокойно стартануть в Киллтим, просто с минками, кубами, пайказами и барикадами, да, при этом барикады это тоже штуки, которые легко делаются из чего угодно, это просто такая маленькая стеночка на два дюйма длиной, все, как бы, вы можете тоже это сделать, я не знаю, из литников, да, склеить литники банально один на другой, у вас будет барикады, то есть, ничего сложного в этом нет. И далее, цветные фигурки вместо цифр и уникальные линейки. Это частично продолжение прошлого пункта, потому что, честно, вот эта тема меня, наверное, бесит больше всего из слухов гуляющих о Киллтиме, то есть, все остальные, они уже по большей части уходят на задний план, и люди их не так часто распространяют, это я до сих пор повсеместно встречаю, и это меня сильно бесит. Итак, давайте ставим точки над И. В КТ действительно есть условные обозначения для дистанции 1, 2, 3 и 6 дюймов. Есть ли в них какая-то логика, да, почему ТИ обозначается квадратиком, а почему 6 обозначается пятиугольником, не знаю. Я в этом, честно, смысла большого не вижу, да, то есть, как бы, если вы спросите меня, зачем это было сделано, я вам не отвечу, да, я честно не могу представить. Но, в принципе, по ходу дела это в правилах не то, чтобы сильно вам мешает, да, то есть, вы просто видите, о, ну там пистолет, там красная фигурка, окей, стреляют на 6 дюймов, клево, классно и замечательно, то есть, в этом отношении нет ничего, опять же, сложного, и подобная система условных обозначений, она даже в чем-то упрощает понимание правил, то есть, вы сразу схватываете, какая пушка стреляет на какую дистанцию, если у нее есть дистанция, да, и какой оперативник куда ходит, и так далее, и тому подобное. И теперь самое главное, чтобы мерить 1, 2, 3 и 6 дюймов, вам не нужно покупать уникальную линейку киллтима с кружочком, треугольником, квадратиком и так далее, вам достаточно использовать привычную вам рулетку линейку и не париться, ведь никто не бомбит на мандилки в аосе из 40К, которые точно так же выпускаются отдельными, да, наборами, так же, где у них есть обозначение, там, 2 дюйма, 3 дюйма, какой-нибудь красивый рисуночек, и так далее, да, потому что это линейка мандилка, это прикольный аксессуар, который вам поможет, да, в каких-то ситуациях, которые вам облегчат жизнь, во многом, да, но ничто не запрещает вам пользоваться обычной рулеткой, дюймовкой, которая так же используется в большой вахе, которая так же используется во всех остальных ГВшных играх, просто это линейка мандилка, Такая же линейка-мандилка, как в АОСе, такая же линейка-мандилка, как в Большой Вахе. Никто не заставляет вас покупать именно эту линейку и играть именно ей. Всё. Запомнили, да? Как бы треугольник в Килсиме — это не какая-то шиза-дистанция уникальная для Килсима. Это просто обозначение для одного дюйма. Также кружочек, также квадрастик, также пятиугольник. Да, так что заканчиваем истерию по линейкам и не паримся по этому поводу. И далее. 10 спрейсмаринов против 12 бомжей. И, собственно, тема, которая уже стала мемом в чём-то, благодаря моему каналу, за что я, конечно, очень благодарен своим подписчикам, которые даже пристранили этот мем во многом. Это ложь. Банально, если мы не считаем скаутов за спрейсмаринов, скаутов всегда типа было больше, это абсолютно нормально. Спрейсмарины в игре бегают в количестве шести тел. Да, есть некоторые исключения в компендиуме. По-моему, ну, я уже, честно, не помню, я забыл. Давно не смотрел в компендиум, да. То есть их может быть или меньше, или шесть. Короче, спрейсмаринов в 3 плюс броне не больше шести. Вот. Это главное. Их часто показывают десятками, просто потому, что в коробке лежит 10 моделей. И игре показывает всё содержание коробки, а не то, что вы фактически можете выставить на стол. Да, поэтому здесь как бы не стоит впадать тоже в какой-то диссонанс по этому поводу. И далее, как раз таки, а как же спрейсмарины отличаются от обычных моделей? Они сильно отличаются от обычных моделей, сильно отличаются от обычных людей, бомжей, даже эльфов, даже орков и так далее. То есть спрейсмарин ощущается как отдельная модель. Он ощущается как космодесантник, который терпит огромное количество урона, который переживает, да, много всяких неприятностей. И потом там в 1-2 вундах всё равно за счёт того, что он mighty спрейсмарин, да, там выносит 2-3-4 модели в зависимости от своей удачи. Да, и как раз таки их большая сила и большой статлайн балансятся малой численностью. И честно сказать, на самом деле малая численность и малое количество активаций здесь скорее работает в минус спрейсмарином, да. То есть на самом деле, несмотря на то, какие они крутые и классные, у них часто есть вот небольшой недостаток в матчапах против ордоговых армии, где как раз таки больше моделей. Но это уже прикол именно игр про активации, да. То есть банальная история. Да, если в игре есть прощадная активация, та команда, у которой больше активации, она всегда имеет преимущество, потому что за ней последний ход. Как бы, к сожалению, это действительно так. Но спрейсмарина хорошо, достаточно забаланчена сейчас. Не идеально, но здорово, да. То есть они, по крайней мере... Их, по крайней мере, не 10. И они, по крайней мере, очень сильные с точки зрения базового статлайна. Так что здесь все хорошо и замечательно. И скажу также не отдельным пунктом. Забыл это выделить именно в отдельный слайд. Отсутствие сайва в ближнем бою — это тоже правда, да. Если вас прибегает в ближний бой и тыкает вас, там, не знаю, кулачком, вы получаете урон в любом случае. Это правда так. Тупо ли это? Я считаю, нет. И на самом деле система ХТХ в киллтиме, она куда более какая-то умная и сбалансированная даже, чем в большой вахе. То есть в большой вахе у гвардейца куда больше шансов забить спрейсмарина кулаками, чем в киллтиме. В киллтиме это физически невозможно. Да, допустим, просто... То есть гвардейц точно занесет два урона, но у спрейсмарина там 12 или 14 жизней, и он этот удар даже не заметит. В то время как в киллтиме гвардейц может банально ополовинить или убить спрейсмарина при должном везении на кубах. Далее. В киллтиме много игровых условностей. Это действительно так, и большая часть игровых условностей, она связана именно с line of sight, то есть линией видимости. Пока вы только знакомитесь с игрой, определение лосса в киллтиме будет сбивать вас с толку своей неочевидностью. Это уже проверенная история. Очень долго люди разбираются с тем, что такое obscure, это самая главная проблемная механика. Ну и дальше там разные итерации, да, то есть какие-то банды генерируют себе obscure там каким-то невозможным способом. Кто-то может obscure игнорить, и, короче, вот большая часть игровых условностей, она повязана с line of sight. Из такого самого обидного в киллтиме бывают моменты, когда модель просто стоит банально в голом поле, вы ее видите со всех сторон абсолютно чудесно, но стрелять вы в нее по какой-то загадочной причине, называемой obscure, вы не можете. И, соответственно, это вот то, что сбивает с толку. Это действительно игровая условность, это не особо, что называется там, нарративно в большей степени этого слова, но это вот такая важная для киллтима механика, которая все-таки позволяет нормально играться в самой игре, да. То есть, возможно, без obscure столы были бы куда более простреливаемые, это все превращалось бы в большей степени в какой-то тир, где кто первый постреляет, тот и победил. Здесь же obscure, несмотря на то, что игровая условность, все же работает как бы на пользу игре, но это не тема этого пункта. Тема этого пункта — это именно игровые условности, да. Их в киллтиме много, большая часть этого связана с видимостью, но есть и много всяких чизис-спортивных тактик, которые тоже повязаны на абьюзе игровых условностей. Допустим, всякие хидные выставления баррикад, как бы, то есть, когда баррикада ставится так, что, ну, вы понимаете всей душой и сердцем, что вот нормальный человек условно так бы не поставил баррикаду. Да, по всем законам логики она должна стоять как-то иначе. Но вот по спорту иногда выгоднее ставить баррикаду не как бы логично, а вот именно в логике спорта, да, чтобы как-то жестко перекрывать какой-то отдельный проход или иметь возможность стать таким образом, чтобы вас было невозможно подчаржить и так далее и тому подобное. И не говоря уже о куче всяких чизи тактик, повязанных на уникальных абилках разных специалистов, да. То есть, действительно, условностей много. Также плюс это или минус, а решать исключительно вам, да. То есть, я ко всему этому делу уже как бы спокойно привык и со всем этим разбираюсь и принимаю как должное. Кого-то большое количество условностей действительно может раздражать. Как бы я здесь не для того, чтобы оправдывать это дело. Это действительно, к сожалению, является таким. Да, ну или к счастью. Да, опять же. То есть, иногда игровые условности помогают вам понимать, что это все-таки игра и генерит как раз-таки много разных тактик, стратегий и так далее. Потому что по факту игровые условности рождаются из игрового движка, а мы же все-таки играем в игру, а не в просто солдатиков, двигающихся по полю боя. То есть, потенциально это даже и большой плюс, но, опять же, это зависит от точки зрения. Далее, Kill Team спортивная игра. Это тоже правда, по большей части. Потому что, если мы говорим про его комьюнити Kill Team, самое такое крупное и основное в России и в целом в мире, то это комьюнити спортивная. То есть, основные ивенты это турниры, это какие-то спортивные там тусовки и так далее. И тому подобное со всеми вытекающими последствиями. И ГВ само позиционирует игру как спортивную и уделяет куда больше внимания именно матчет-плею. То есть, там нарратив лежит таким плюс-минус мертвым грузом, и апдейтится он очень редко и достаточно скудно. И на самом деле, нарративные ивенты и кампании по Kill Team, они проводятся, да, то есть их... Они не отсутствуют. Они присутствуют, да, в комьюнити. То есть, проводятся кампании, всякие нарративные приколы. Просто они не особо афишируются, их не особо много. Но если вы там знаете, кого спрашивать и как-то там узнавать информацию из закрытых источников, тогда в целом вы сможете найти и нарративный ивент по Kill Team в том числе. То есть, это не только сугубо спортивная игра. И также, что мне хотелось бы отметить, часто у нас спорт у людей, связанных с большой вахой, или там не связанных с большой вахой, ассоциируется вот с этим. Да, то есть, с фонерными домиками, картонными книжками, дебильными полями, где причерчены там четверть и центр стола и прочее, и так далее. И это само по себе часто вызывает отторжение у многих людей на уровне эстетики, да. То есть, я знаю много людей, которые не хотят играть в большую ваху на турнирном уровне, именно за счет того, что когда они приходят на турнир, они сталкиваются примерно вот с этим или с чем похуже. И в Kill Sim, несмотря на то, что это спортивная игра и со всеми там спортивными приколами, она играется на красивом ГВ-шном террине, а не на картонных книжках, да. То есть, это вот очень красивый ГВ-шный террин на всех партиях, на всех турнирах. И поэтому эстетическая составляющая, она никуда не девается от того, что игра спортивная. Да, то есть, чаще даже наоборот, какие-то спортивные ивенты вам помогают лучше насладиться игрой как таковой. То есть, вы видите много красивых столов, много красивых моделей, и это все дает вам некое, в том числе и нарративное удовольствие, да. То есть, я как спортивный игрок в Kill Sim и как бывший спортивный игрок в Большую Ваху могу сказать вам, что Kill Sim приносит вам очень большое количество банального нарративного удовольствия, даже когда вы ходите на самый потный и душный спортивный турнир. И далее. Kill Sim — крутая игра. То, что вы действительно можете часто услышать, и это совершеннейшая правда. Kill Sim — это очень динамичный и захватывающий скирмеш. И каждая партия уникальна, потому что очень многие моменты в партии геняются не там за счет вложенной в вашу Арустер идеи. Они как бы формулируются за счет уникальной расстановки террин на столе, за счет матчапа, за счет ваших действий. И поэтому я не могу назвать ни одной, как бы, двух одинаковых, вернее, партий в Kill Sim. Каждый обладает каким-то своим особенным флёром, чего я, допустим, не могу сказать по поводу Большой Вахи. Да. Но это не ролик, где я хечу Большую Ваху, это ролик, где я рассказываю про Kill Sim, поэтому оставим эту затею. Вот. Kill Sim — это игра, в которой банально интересна игра за счет геймплея, да. То есть, это Game for Gameplay. Это не игра вот именно про... просто кучу солдатиков на большом столе. То есть, у неё есть какие-то определенные возможные эстетические минусы для кого-то, да. То есть, она не масштабная. Там Большая Ваха, она масштабная. Там можно выставить кучу танков, всякую там баронепехоту, самолеты. Всё это двигать, всё это красиво. Всё это действительно захватывающе выглядит с высоты стола. Но это не настолько хорошая игра именно с точки зрения движка и геймплея, да. Опять же, моё личное воспорятие. Kill Sim, он не даёт вам такого масштаба, но он даёт вам куда больше погружения в саму игру за счёт очень классного проработанного геймплея. Да. То есть, это именно что крутая игра, да. И если вы хотите именно играть в игру, чтобы играть в игру, да, а не чтобы собираться с друзьями, общаться и там просто пить пиво попутно, то Kill Sim это очень хороший претендент на эту роль. Потому что это просто классная настольная игра в первую очередь. Ну и за всем всё. Не знал, какое фото поставить в завершении этого видео, поэтому поставил вам красивого киллорморфа, да. И всё по факту. Все самые страшные слухи нами были разобраны. Не ведитесь больше на лживые слухи в интернете, не ведитесь на всякие неправильные факты и мнения несведущих людей. Играйте в Kill Sim обязательно, потому что, как я уже сказал, это очень классная и красивая игра. И большую часть недостоверной информации об этой игре распространяют просто действительно люди, не разбирающиеся в теме. Да, вот такая история. Ну а если этот ролик показался вам полезным, интересным и приоткрыл вам глаза на правду, что мне, конечно, хочется, да, верить, он сделал, то не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. У нас ещё много контента по Kill Sim и также оставляйте свои комментарии, да. То есть, допустим, стало ли для вас это видео откровением или на самом деле все уже давно знают, что такое Kill Team на самом деле. И это я как слоу-пок, да, выпустил видео, которое должно было выйти два года назад. Всё ваше мнение меня интересует, я с радостью с ним ознакомлюсь. Ну и также, если вы хотите поддержать канал, то не забывайте переходить по ссылкам в описании и подписываться на наши соцсети, на ВК, Телеграм и, конечно же, в Boosty, где ролики выходят раньше, где иногда уходят уникальные штуки. И, понятное дело, вы получаете за подписку место в титрах, а место в титрах — это круто. Ну и дополнительно вы получаете мою любовь. Люблю вас, будете подписчики, вы самые лучшие и замечательные люди на земле. Ну а за сим всё. Играйте в Kill Sim, играйте в Kill Sim осознанно, и пусть у вас всё будет хорошо. А это был канал A Handful of Boys. До новых встреч и пока-пока.